В правительстве прошло заседание Комитета Победы, посвященное праздничному дню 9 мая. Несомненно, главное в этот день – почтить память падших героев и поздравить с победой наших современников, которые участвовали в войне. Основные направления подготовки обозначил глава региона. Первое. Необходимо проконтролировать состояние памятников и мест захоронения ветеранов войны, участников СВО, а также благоустройства рядом с этими территориями. Второе. Помните о том, что нужно уделить внимание и лично посетить каждого участника Великой Отечественной войны, если позволяет его состояние здоровья. Обсуждались на заседании и организационные вопросы праздничных мероприятий. Например, маршрут акции «Бессмертный полк», который начнется на улице Гончарова 9 мая в 14.00. Участники акции почтят память героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Мы еще раз подчеркиваем, что сама идея акции, сам смысл акции – это память о тех, кто погиб в борьбе с фашизмом. Не важно, когда этот фашизм создавал угрозу всему человечеству. Это было в далекие 40-е годы. К сожалению, это происходит и сегодня. В Дне Победы примет участие и ульяновское отделение мотоклуба «Ночные волки». Хотим представить комиссию нашей мероприятия, которая будет проходить 7 мая. Это мотокросс в Петров-Овраге в честь 9 мая. И потом хотим презентовать музыкальный семейный мотофестиваль, который, наверное, впервые будет проходить у нас в городе. 11 июня в преддверии Дня России. Также участники отчитались о волонтерских мероприятиях, праздничной программе и постоянных мерах социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны. На мероприятии присутствовал и Сергей Вьюгов, советник председателя общероссийской организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» по Приволжскому федеральному округу. У меня возникает сразу предложение. У ДОСАФа есть материально-технические средства, есть жёсткое желание принять участие. Поэтому ДОСАФ может принять участие и в авиационной составляющей. Есть три борта Л-29, есть соответствующая мототехника. Всего на территории Ульяновской области запланировано более 2000 мероприятий, в числе которых праздничный парад. Торжественное прохождение войск пройдёт на площади 30-летия Победы. В нём примут участие более 1000 человек.